Всем привет, это Павел Билинский и с вами Бегущий Человек. Уже к весне 2023 года количество DDoS-атак на российских бизнес может увеличиться на 300%, превысив рекорды 2022 года, когда число инцидентов составило около 1,2 миллиона случаев. Наибольшую опасность будет представлять атаки на внутренние платформы организаций, но для создания полноценных штатов мониторинга и предотвращения угроз в компаниях недостаточно кадров, говорят эксперты, и приходится привлекать внешних специалистов. А что случилось? Спецов не хватает. А не вы ли это их пачками отправляете на СВО и сделали все для того, чтобы они уехали или потеряли работу? Член Совета Республики Национального Собрания Олег Дьяченко считает, что сбежавшие оппозиционеры должны сами пойти навстречу Беларуси, а точнее сделать достойный плод покаяния в виде протестов в европейских городах за снятие санкций с Беларуси. Они кричали о введении санкций, пусть теперь поработают на то, чтобы снять эти санкции. Пусть поработают на нашу страну, на свою родину, которую они бросили, из которой они уехали, которую они поливали грязью за границей. Пусть создают в год мира и созидания, а мы, белорусы, с христианской душой, дальше посмотрим за Белгияченко в эфире. Священник угрожал людям набить рожу кадилом на похоронах в Белгородской области. Селеник Людова, священнослужитель на похоронах женщины, начал угрожать присутствующим людям. Внук умерший попросил батюшку не устраивать концерты и в ответ услышал «Выйди вон, козел, иначе набью тебе рожу кадилом». Епархия распорядилась отправить мужчину в монастырь на определенное время, где ему предстоит порассуждать о содеянном. Священник признал вину и согласился на наказание. Встретился с родственниками умершей, они пообщались, претензий нет. Попросили заново провести отпевание. Защищать батюшку никто не стал. Изначально наша позиция была такая. Батюшка понес наказание, хотя он довольно уважаемый в селе. Факт очень неприятный. Уважаемый в селе после того, как вас тхуисли. Круто. Банк России возобновит с 13 января 2023 года проведение операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила. Операции будут проводиться в инструменты китайский юань рубль со сроком расчетов завтра. Украина разорвала соглашение с Россией о торгово-экономических представительствах. Кабинет министров Украины вышло из соглашения с правительством России о взаимном основании отделений торгово-экономических представительств при посольствах обеих стран, сообщил представитель правительства Верховной Раде Мельничук. Соглашение было заключено 29 апреля 2009 года в Москве. Водитель Трапа протаранил самолет аэрофлота в аэропорте Шереметьево. Инцидент произошел вчера вечером прямо перед посадкой пассажиров на рейс Москва-Красноярск. По сообщениям СМИ, машинист Трапа в наркотическом опьянении протаранил самолет. После аварии сотрудника нашли без сознания и госпитализировали. Врачи диагностировали интоксикацию. Сейчас он находится в коме. Сотрудники аэропорта признали повреждение самолета несущественным. И судно все-таки получило разрешение на вылет. Также в Шереметьево заявили, что сотрудник не наркоман, а просто отравился. Запрет выезда за границу для чиновников и депутатов невозможен, заявили в Госдуме. Ограничить выезд за границу депутатам и чиновникам нельзя, пояснил член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Сергей Леонов. Дело в том, что их работа подразумевает важные зарубежные поездки. Ага, в Дубай. Есть очень много разных миссий, связанных с зарубежными командировками. Тоже наблюдение на выборах, например, когда приглашают иностранные наблюдатели. Отказ от поездок в другие страны негативно скажется на проектах России с иностранными партнерами, уверен Сергей Леонов. Если не проводить переговоры, межгосударственные отношения ослабнут, считает он. Если этический момент, когда чиновник может позволить себе выехать за границу на широкую ногу там отдохнуть, это и раньше раздражало людей. А сейчас тем более. Видеть сытые и довольные лица чиновников и депутатов не очень-то приятно, когда в стране не все хорошо, заключил депутат. Планировавшего вступить в ряды ВСУ жителя Твери задержали сотрудники ФСБ. Пресс-служба ведомства сообщает, что мужчина получил по интернету инструкции, как пересечь границу с Украиной, а также приобрел элементы военной экипировки и медицинские средства. Сейчас он арестован, возбуждено уголовное дело. Еще говорят, что он искал очень много информации в интернете. Вот вам и ваша анонимность. Клиента сауны насмерть закололи бильярдным кием в Москве. Два посетителя заведения Афродита на Севастопольском проспекте затеяли драку, в ходе которой один из них схватился за ки и нанес им колющий удар своему противнику в грудь. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика.